Здравствуйте! Вы смотрите информационную передачу новости Красноармейска и с вами в студии я, Анна Кушнаренко. В нашем выпуске мы расскажем вам о самых ярких и заметных событиях прошедшей недели в Красноармейске. Выпускные вечера для 11-классников Красноармейска прошли в ночь с 21 на 22 июня. В них приняли участие около 200 школьников города. Торжественное шествие выпускников восхищенными взглядами провожают многие горожане. Искусственные прически, великолепные наряды, исключительность момента – все это кружит голову. Какие чувства вы сейчас испытываете? Хорошие, необычные. Счастье, радость, но волнение. Долго готовились? Нет, относительно. За сколько платья покупали? Пять. Ну, по времени? Быстро, два часа. Месяц назад. Как экзамены прошли? Неплохо. Мне было страшно, потому что я почти не учила общество, но я думаю, я сдала. Куда дальше поступать? Хороший вопрос, я не знаю. Я на дизайн. Не только на удачу, но и на силу своих знаний полагаются медалисты. Урожай медалей чуть меньше, нежели в прошлом году. Всего городские школы выпустили 9 золотых и 6 серебряных медалистов. Примечательно, что медалисты есть в каждой школе, но лидирует в этом списке гимназия номер 6. Чувство гордости за своих детей испытали родители, а учителя с грустью расставались с выпускниками. Для меня это первый выпускной. То есть это первый мой выпуск, первые дети. Я их очень люблю. Очень грустно с ними расставаться. В принципе, что вы хотели еще сказать? Как ЕГЭ прошли в этом году? Сложно готовиться было? Ну, вообще сложно, конечно, но у нас два медалиста в этом году. Мы очень рады этому. Дети, в принципе, очень старались, готовились серьезно. Особенно те, кто на медаль хотел. И даже те, кто не на медаль, они все равно. У нас очень хорошие результаты, в принципе. Очень хорошие. В следующем году уже будете собирать новый класс себе? Ну, наверное. Не знаю пока. Тяжело, правда? Ну, тяжело. Тяжело расставаться с ними. Очень тяжело, потому что 7 лет. Вы им пожелали удачи. Самое главное в жизни быть честными. Наверное, помнить всему. Все то, чему я их учила, чему их учили учителя и родители. Ну, и не забывать нас. После вручения аттестатов и окончания официальной части, выпускники отправились на Площадь Победы, чтобы возложить цветы и почтить память погибших в годы войны. В этом году вместе с выпускными вечерами в городских школах совпала скорбная дата. 22 июня в 4 часа утра в Красноармейске на Площади Победы зажглись свечи в память о людях, которые отдали свои жизни во имя спасения Родины. 12 мая 1943 года погиб на Великой Отечественной войне мой отец. И вот буквально, я вспоминал, 70 лет прошло с того дня, когда он погиб. Воевал он на Южном фронте, защищал нашу Родину в тех местах. И мы каждый год, естественно, вспоминаем об этом. Осталось у него трое детей. Слава Богу, пока живет старший брат, сестра и я. И по мере возможностей мы встречаемся и вспоминаем тихим, добрым словом отца своего. Но не только его. Погибло, как вы знаете, очень много. Цифры разные, но тем не менее громадные цифры. Поэтому не зря это сказано, что ни одной семьи в Советском Союзе раньше, а сейчас и в России нет, которая бы эта война не задела, не затронула. Поэтому вот в своей работе, я председатель Совета ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов города Красноармейска, мы стараемся с участниками войны, ветеранами Трудового фронта, проводим работу с школьниками по патриотическому воспитанию. Рассказываем о событиях тех времен. И, в общем, передаем память детям. Они уже, надеюсь, будут передавать своим детям. Потому что об этом должно быть, помнить мы вечно должны, об этой войне, которая, значит, участники этой войны сделали все для того, чтобы мы жили в мирном, в глубом небе. В этот же день в 11 часов на Площади Победы состоялся митинг. На оперативном совещании в пятницу 28 июня награды Московской областной думы торжественно выручили сотрудникам администрации города Владимиру Радзевичу и Ольге Клюевой. Московская областная дума награждает почетным знаком за трудовую доблесть Радзевича Владимира Викторовича. Дарит ему вот такой знак. Он у нас в медицинской, наверное, разницы, самый-самый-самый-самый-самый-самый-самый-самый, ветеран. Да, и Московская областная дума действительно оценила ваш труд. И награждается почетная грамота Московской областной думы Награждает Клюеву Ольгу Райдовну, заместителя главы администрации По вопросам социальной политики и образования администрации городского областного армии За многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие образования в Московской области И в связи с юбилеем И Ольга Райдовна, и сальва отправит закон и еще знак На этой неделе на официальном сайте Пенсионного фонда и Министерства труда и соцзащиты России Появился пенсионный калькулятор Он устроен очень просто В предложенные поля нужно ввести данные о себе и своей работе С его помощью любой работник может примерно представить Какой будет его пенсия в ценах нынешнего года Понятно, что калькулятор дает возможность лишь ориентировочного расчета Если законодатели эту формулу утвердят, она начнет работать с 2015 года Сообщает министр труда и соцзащиты России Максим Топилин Более трех месяцев велись трудовые споры По иску Аллы Назаровой к администрации Красноармейска В связи с незаконным уволением с должности первого заместителя 24 июня в Пушкино состоялось основное заседание по этому делу Екатерина Мелкозерова с подробностями Пушкинский городской суд принял решение в трудовом споре Между Аллой Назаровой и администрацией Красноармейска Федеральный судья Юлия Чуткина заслушала показания Последнего свидетеля по данному делу Я в то время исполнял обязанности главы городского округа Поэтому находился в кабинете главы городского округа Еще до 9 часов Алла Андреевна зашла в кабинет главы городского округа И предложила мне передать ей дела На счет на что я ответил о том, что дела передавать я не буду Потому что назначены решением Совета депутатов Показания Владимира Радзевича были необходимы для того, чтобы убедить суд в том Что у Аллы Назаровой было время в установленные законодательством сроки Обратиться в суд за защитой своих прав Факт пропуска обращения подтвердила и представитель прокуратуры Тем не менее, представитель ИСЦА продолжал настаивать на незаконности самого увольнения Работник обязан обратиться в суд за защитой своих прав В течение месяца с момента вручения ему распоряжения об увольнении Есть соответствующее разъяснение плену Верховного суда О том, что этот месяц может исчисляться в случае, если, как говорится Работник поклоняется от получения соответствующих распоряжений То в течение месяца с того момента, как стало известно Здесь, опять-таки же, включим моментом Я считаю, что необходимо определить, уклонялся ли Назарова Оландревна От получения соответствующих документов Как уже было сказано ранее И как выяснял в том числе и свидетель Обчинников В своем кабинете, при разговоре с Назаровой Оландревной Он предложил ей иметь заявление об увольнении Назарова Оландревна отказалась, после чего были составлены соответствующие акты После бурных премий между сторонами Судья Юлия Чуткина удалилась для принятия решений Ее вердикт, наверное, удивил представителя ИСЦА и обрадовал ответчикам Решение суда – отказать в восстановлении на работе Поставлена ли точка в этом спорном деле? На сегодняшний момент – да Но у Аллы Назаровой есть возможность обжаловать это решение В конце прошлой недели состоялся конкурс по выбору управляющей компании Теперь дома в городе поделили на «Восток» и «Вектор» С работой управляющей компании «Восток» мы уже знакомы А вот каким будет вектор развития ЖКХ с приходом новой управляющей компании В скором времени узнают собственники жилья На этой неделе комиссия практически завершила работу по выбору управляющих компаний Подведены итоги Сейчас комиссия находится в той стадии, что нас ждет обеспечения От победителей конкурса по управлению многокваративными домами В течение недели победители должны представить обеспечение И подписать договора управления По лоту номер 1 – это микрорайон Северный И по лоту номер 2 – улица Гагарина, дом 4 По лоту номер 6 – это улица Чкалова, Заречный тупик, Новая жизнь По лоту номер 7 – улица Краснословская Академика Янгеля, Морозова, Парковая 1, Парковая 2 Победителем признана ООО «Вектор» По остальным лотам южной части Это трудовой поселок, улица Сверлова, улица Лермонтова Привокзальный проезд Признана победителем ООО «Восток» Перед коммунальными службами города стоит задача подготовить Красноармейск к предстоящей зиме В связи с этим исполняющий обязанности директора МУПСКИ Алексей Сидоров Обращается к жителям города Для исключения негативных последствий, которые могут эти жители на себе испытать Все-таки своевременно, насколько это возможно, оплачивать текущие платежи Потому что неоплата вот этих текущих платежей приведет, к сожалению, к самым печальным последствиям Которых это снижение качества коммунальных услуг, отключение тех или иных наших объектов от электроснабжения, газоснабжения И, наверное, в какой-то степени провалку подготовки к зиме нашей организации В рамках празднования в Красноармейске Дня молодежи 27 июня состоялась акция «Чистый город» Организатором акции выступил отдел культуры, спорта по делам молодежи администрации города Акция «Чистый город» проходит у нас в рамках празднования Дня молодежи И продолжает ту акцию, которая у нас проходила в предыдущие дни, как говорится, связанные с очисткой борьбы Соответственно, мы пригласили всех желающих В первую очередь ориентировались мы на молодежь, агитировали их в первую очередь принять участие в данной акции Соответственно, ребята отозвались, очень приятно И, посмотрев территорию города, учтя, как говорится, пожелания жителей города Было принято решение сконцентрироваться на нескольких таких вот объектах Это территория банного леса Территория, скажем так, пляжная или, как это можно назвать, березовая роща на бульваре Зубова Вот, и территория данного хоккейного корта Причем вот из всех площадок, которые были сегодня охвачены Самая, скажем так, катастрофическая ситуация, да, оказалась у нас вот здесь Ну, это на самом деле очень ужасно И очень хочется обратиться к жителям города, чтобы отдыхать, это очень хорошо, да И это приятно, и есть условия для того, чтобы отдыхать Но надо все-таки думать о том, что мы в этом городе живем И, мне кажется, даже самим прийти отдыхать вот в такое место, где такое скопление мусора Ну, не то, что неуютно, я даже не нахожу слова, как это сказать Вот, поэтому мы очень просим, уважаемые жители города Ну, мусорка совсем рядышком находится, ведь можно мусор и убрать за собой, да Это не так тяжело, и давайте все-таки вместе, совместно город держать в чистоте Хотелось бы, чтобы не такими вот только акциями, да, но и систематическим пониманием своего внутреннего состояния Мы поддерживали город в чистоте, чтобы всем было уютно в этом городе жить И не только мы ждали, что должны какие-то определенные службы, да, убрать город И что это только в их обязанностях, это внутреннее состояние наше Поэтому, как мы хотим жить, так мы живем Спасибо А сколько человек пришло на эту акцию? Так, ну, мы, скажем так, не просчитывали, да, прям вот так вот Где-то человек 15-20 у нас где-то есть Ну, тут понятное дело, что мы взяли утреннее время, часы, да Вот, сегодня очень жарко, конечно, мы тоже стараемся вот и в тенечку, и теперь ребята немножко отдыхают, да Ну, еще работы предстоит немало Как часто, по вашему мнению, нужно проводить такие акции? Акции эти нужны, потому как, когда люди включаются в такую акцию, да, сами убирают, принимают, как говорится, участие Мне кажется, они уже не поступят вот так, как поступили ребята или кто у нас тут, да, отдыхал, молодежь, которая отдыхала и оставила вот то, что оставила нам Вот, поэтому акция эта поможет человеку пронести все через себя и понять, мы так считаем, что необходимо Конечно, необходимо, и мы в дальнейшем будем планировать такие акции После того, как в банном лесу был наведен порядок, экологическая бригада и начальник сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав Валентина Головачева решили высадить цветы на территории церкви Александра Невского Расскажите, пожалуйста, что сегодня здесь происходит? У нас вчера был международный день борьбы с наркоманией У нас было свидание за круглым столом с участием ребят Сегодня, как вы знаете, вы принимали сами участие в проведении акции «Чистый город» И вот продолжение данной акции мы на территории церкви нашей Никольской решили благоустроить красивую площадку Мы сажены цветами ребят и ребят у нас с трудных подростков, которые у нас Почему именно территория церкви выбрана? Мы взаимодействуем и работаем с батюшкой Артемием, с трудными семьями, с ребятами из трудных семей И вообще ребята, которые желают посещать церковь, развивать свою духовную, культурную жизнь Поэтому в взаимодействии батюшка приходит к нам на заседание За круглым столом бывает, мы проводим собрания общеродительские, в школе проводили И таким образом мы решили нести свою лепту вместо детьми, чтобы на территории церкви красовалась наша клумба И в дальнейшем планируем еще осенью произвести также клумбу Потому что будет расширение территории, мы не знаем в каком месте точно еще сделать Но планируем еще одну клумбу сделать уже как бы с озимыми цветами Сколько ребят сегодня пришло на эту акцию? Ну вот в итоге у нас всего 11 человек получается Планировалось больше, ну так знаете, как бы обещали, но не пришли Ну не пришли, не пришли, за это же никто не будет наказывать В конце акции я планировала ребят поощрить, маленькие призы вручить за их работу, за их труд Поэтому я думаю, может быть, посмотрят примеры положительные и будут в дальнейшем работать на благо нашего города Какие ребята пришли? Это какая-то определенная бригада или просто ребята с улицы? И ребята с улицы у нас, которые, как мы их называем, трудно, и экологическая бригада, в основном у нас ребята эти После окончания работы ребятам вручили призы С новостями культурно-спортивной жизни города, а также прогнозом погоды Вас ознакомят мои коллеги Юлия Репина и Мария Власова А я, Анна Кушнаренко, с вами прощаюсь Всего доброго Здравствуйте, с вами Юлия Репина И сейчас я познакомлю вас с новостями культурно-спортивной жизни города на минувшей неделе Пять дней журналисты Подмосковья колесили по родному краю В рамках пятого автопробега «Ремесленная Подмосковья» Талдом, Сергеева Посад, Павловский Посад, Гжель и Раменская Это лишь немногие города и села, где побывали журналисты А вместе с ними и наша съемочная группа С 24 по 28 июня проходил юбилейный автопробег журналистов Московской области Союз журналистов Подмосковья ежегодно проводит автопробеги В этом году в таком мероприятии приняла участие наша съемочная группа Темой путешествия стали «Ремесла Подмосковья» Акция проходила при поддержке губернатора Московской области А также Министерства физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью нашего региона В этом году автопробег поддержали издательство Подмосковья Компании Мегафон, Раменское отделение Сбербанка Группы компаний Айтакс и Трасса и многие другие Наша съемочная группа побывала в Гжеле, Талдаме, Богородском, Павлом Посаде Мы познакомились с историей этих городов и народными промыслами Подробные репортажи об этом увлекательном путешествии Смотрите на нашем телеканале «Диалог Красноармейск» в ближайшее время Так важно знать и соблюдать правила дорожного движения Для повышения дорожной грамотности ребят В единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма В лагере ГДК прошли обучающие игры и викторины Как дети справились с заданиями, придуманными сотрудниками ГИБДД Нашему корреспонденту Александре Крючковой Рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Вишневская Сегодня в городе Красноармейске при поддержке администрации города Красноармейска Проходит единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Целью традиционной является мероприятие Это предупреждение случаев дорожно-транспортных происшествий с участием детей Как в возрасте до 16 лет, так и в возрасте до 18 лет Для чего это мероприятие нужно? Как часто его нужно проводить? Это мероприятие необходимо для того, чтобы еще раз напомнить детям О важности поведения вблизи проезжей части Мы еще раз им напомнили сегодня основные правила дорожного движения Как правильно переходить в проезжую часть Что до 14 лет на проезжую часть выезжать на велосипеде запрещено До 16 лет запрещено выезжать на мотоцикле, мотоскутере Это особенно актуально сейчас и не только в городе Красноармейский, но и на территории всего Пушкинского района У нас с начала лета уже зарегистрировано более трех дорожно-транспортных происшествий С участием юных несовершеннолетних мотоскутеров Как часто данное мероприятие желательно проводить? Обязательно такие мероприятия запланированы и отделом образования совместно с нами Совместно с отделом госавтоинспекции в начале учебного года Обязательно каждым каникулам, зимним, весенним, осенним каникулам И конечно же перед тем, как уйти на каникулы И так как дети забывают, да, учебный процесс заканчивается, дети забывают У них ветер в голове, да, голова отдыхает Мы стараемся еще раз напомнить, потому что правила дорожного движения не только для детей, конечно, но и для взрослых На этом я с вами прощаюсь с прогнозом погоды Вас ознакомит Мария Власова Здравствуйте, с вами Мария Власова И сейчас я ознакомлю вас с прогнозом погоды на первую неделю июля Жара не собирается нас покидать Днем воздух в городе прогреется до плюс 27, плюс 30 В ночные часы плюс 16, плюс 19 градусов В основном ясная погода, осадков не ожидается С 22 июня по 16 июля на территории спорткомплекса Красноармейск Открылся детский городок с батутами, с железной дорогой, водными аттракционами, прокатом электромобилей, призовыми играми, сладкой ватой и попкорном Мы готовы дарить радость и улыбки вам и вашим детям Рады видеть вас в городке с 11 до 21.00 Добро пожаловать!